Повышение пенсии или первоапрельский розыгрыш. Общественность Казахстана продолжает гадать. Ильбасы Назарбаев поручил правительству увеличить размеры пенсии с первоапреля на 14%. Будут повышаться пенсии. В 2015 году еще, а в 2016 году 25-40%. Выполняя то, что мы хотим, а мы хотим еще лучшей жизни. Но Нарсултан Абишевич, как обычно, слукавил. Он не уточнил, что радость коснется не всех. Да и народ теперь не спешит верить в обещания вождя. Я один раз только слышал. О повышении речи не ведет. Идет о понижении. С первого апреля. Уже повысили. Месяц назад. А, уже повысили. А на сколько, если не спешит? Ну, сколько? 10%. Ну, по последним данным должны повысить, как говорили. Говорят, будет, что вот, например, добавил он до этого, и к этому добавят, и будет, тогда будет 14%. Так говорят. Нет, не полный 14%. А добавка будет к тому, что добавляли, и тогда будет 14%. Так говорят, не знаю. А вы считаете, это достаточно? Нет, конечно. Точкину и немцы. Хуже стало мне, например, и моим вот близким. Ну, мы все даже ниже среднего класса. Мы никак не средний класс. И никогда до среднего не дотягивали. Мы чисто тянем концы с концами. Вместо радости сплошное разочарование. И виной тому недавняя девальвация тенге. Народ в одно мгновение обнищал на 20%. Обещанное и то не всем. Повышение пенсии даже не вернет прежнего январского уровня жизни казахстанцев. А тут еще до кучи специалисты прогнозируют резкий рост инфляции аккурат под 1 апреля. И это вовсе не шутки. Впрочем, не мудрено, если очередные посулы Назарбаева окажутся фокусом для отвода глаз населения от более глобальной проблемы. Ведь так уже было. И не раз.